Привет, друзья! Очень рада вас видеть! Наконец-то наступают волшебные зимние праздники, вот спешу вас с ними поздравить! И тема видео сегодня будет соответствующая, и я хочу немножко поговорить о том, как выбрать мужской аромат в подарок. И вообще, обсудить всю эту тему парфюмерии как подарков, потому что бытует мнение, что вне личных, близких отношений это не принято просто по этикету, это моветон, но я здесь категорически не согласна. Мне кажется, если вы действительно хорошо знаете человека, то какой-то гармоничный, здорово скроенный парфюм в качестве презента будет выглядеть не хуже, чем там от именитого бренда рубашка или галстук, и, кстати, станет подарком отнюдь не бестолковым, поэтому не сомневайтесь, я в любой непонятной ситуации мужчинам и девушкам, кстати, тоже парфюма дарю с удовольствием. Сегодняшний ролик от аналогичных на моем канале будет отличаться тем, что я не хочу слишком подробно останавливаться на каждом из экземпляров, которые вы увидите, и это совершенно лишнее, но их все я условно разделила на несколько категорий, на несколько групп. Мне кажется, это может быть полезно, если вы правда отправитесь в магазин за мужским парфюмом, потому что при нынешнем многообразии на любой вкус кошелек, там еще куча разных критериев, я прекрасно понимаю, что даже если очень захотите, вы физически не сможете все ароматы переслушать. У меня где-то на пятом или на шестом начинает кружиться голова, там отказывает обоняние, поэтому я надеюсь, что мое сегодняшнее видео просто поможет вам сделать шаг в сторону правильной и нужной для вас полки. И ясное дело, все это очень мое, очень субъективное восприятие реальности, парфюмов, запахов в том числе, поэтому для меня круто было бы почитать ваши комментарии, ваши дополнения, с чем вы согласны, с чем не согласны, и оставайтесь обязательно, я надеюсь, будет интересно. Можно пойти одним из самых простых и, как мне кажется, правильных путей, выбрать в подарок что-то спокойное, всесезонное, выполняющее, знаете, функцию базовые вещи. Такие ароматы, которые можно на туалетный столик в коридоре поставить, и надевать по утрам независимость от погоды за окном, одежды, контекста грядущих обстоятельств. Короче, сделать так, чтобы одариваемый вообще с выбором не заморачивался, и, конечно, это не будет чем-то слишком уникальным, но во всех отношениях приятным станет. У меня к Новому году из ароматов такого рода припасен блюдо Chanel, он выпущен, по-моему, в 2010-м. Здесь на горькой базе пачули, цитрусы, имбирь, очень он красивый, сильно мне нравится. Также сюда я отнесла бы ароматы свежие и соленые, часто их называют морскими, а в названии фигурирует слово или приставка Аква. Carolina Herrera Аква или Булгария Аква, давно и горячо у меня полюбившийся мужской аромат от Givenchy Blue Label, чуть более поздний Пинео, и мне реально кажется, что вот это просто более горькая версия первого. Парфюм, который мне очень нравится, он шикарен в своей простоте и как раз стоит у нас на туалетном столике в коридоре, это Guerlain Homme Le, и еще я хочу показать вам мужской парфюм от Kinzo, он называется Fresh или All Fresh, но я не стала бы рекомендовать вообще в принципе дарить парфюмы от Kinzo, если вы не уверены, что ароматы Kinzo нравятся тому, кому вы их преподнести, собственно говоря, хотите, потому что на мой вкус исключительно есть в них какая-то специфическая кинзошная прошивка, и при всех точно таких же, как и в других ароматах, любимых нотках, Kinzo могут звучать по-другому. Вариант второй. Выбираем нечто более сложное, многогранное, но по-прежнему применимое в обычной жизни, тем не менее, я сомневаюсь, что эти ароматы могут быть универсальными, потому что мне кажется, что вилка возраста потенциального носителя или обладателя, она сужается, поэтому вы ищите то, что вам интересно, я рассказываю об ароматах, которые вряд ли подойдут совсем молодым мужчинам, там до 30, наверное, потому что я располагаю тем, чем я располагаю, хотелось бы, конечно, располагать парфюмерным магазином, но есть у меня несколько очень крутых и тестостеронистых. Во-первых, это аромат, с которым я совсем недавно познакомилась, вышла, кстати, уже давно, Terre Hermes, здесь лесопилка, солоноватая морская галька, откуда-то ведь, ладно, ну, короче, он такой распадается на множество оттенков, просто как калейдоскоп, мне кажется, это парфюм уверенно стоящего на ногах на этой самой Терре мужчины. Это брутальная классика от Китон или Китонмен, аромат, на мой взгляд, вне конкуренции, нет ему равных, моя самая любимая компания Ботега и нет, а их мужской парфюм с неповторимыми кожаными лейтмотивами. Аромат, который сделал мой осень, который всю осень 2014 года меня удивлял, очаровывал, это Элёма Диалят Герлиан, я называю его парфюмом осовремененной классики для тех, кто ходит на переговоры в джинсах, очень красиво скроенный аромат с нотками ладана, как вы уже поняли, мне действительно нравится ладан в мужских ароматах. И ещё один покажу, пожалуй, как видите, он тоже запечатанный, станет чьим-то подарком, с ним я также совсем недавно познакомилась, но теперь всем рекомендую. Здесь база из дерева, как мне кажется, но на первых ролях сливовое варенье, и он так красиво расцветает на коже, он распускается как-то совсем ни на что не похоже. Мне кажется, что все эти ароматы заставляют соответствовать, потому что они обращают на себя внимание в хорошем, в положительном смысле. И самый интересный способ преподнести в подарок аромат фейерверк, аромат, создающий праздник и особенное настроение. Я в рамках этой категории, конечно, хочу немножко поговорить о парфюмах селективных, но ссылаясь на вышесказанное, это исключительно моё мнение, для вас это не обязательно может быть так. Короче, на своём туалетном столике я обнаружила манталь, этот называется Wooden Spices, аромат фигурирует как унисекс, и здесь, кроме ноток дерева и, собственно говоря, специй, очень яркие, сладкие, медовые нотки, которые я на женской кожи, по крайней мере, на своей, нахожу несколько излишними, а вот на мужской это может быть очень сексуально и притягательно. Вообще, если вы хотите поближе познакомиться с парфюмами линейки Монталь, я думаю, нужно выбрать удачный день, подходящее платье и настроение, и отправляться в это ароматное путешествие, там, как в театр или как в оперу, наверняка это может доставить вам массу положительных эмоций. Сюда же я хотела бы отнести парфюмы от компании Amouage, всё, что я сказала о Монталь, в равной степени можно отнести и к Amouage, но дальнейшему обобщённому описанию я эти шедевры подвергать не хочу, это качутся просто. Расскажу вам об одной из своих самых любимых марк, ну что там, реально самые любимые марки селективной парфюмерии, Джо Малон, аскетичные, аристократичные англичане, все ароматы Джо Малон унисекс, но вот такие чёрные флаконы как бы намекают на то, что они немножко больше подходят мужчинам, нежели девушкам, однако из двух, которые вы видите сейчас, Амбро Пачули вообще один из моих самых любимых парфюмов в коллекции. Фишка, собственно говоря, компании Джо Малон заключается в том, что эти ароматы предусмотрены для смешивания, их можно миксовать между собой, это очень интересный процесс, и мне кажется, если вы хотите кого-то познакомить с ароматами этой компании, можно приобрести несколько, если бюджет позволяет вам, так будет гораздо веселее, кстати говоря, необязательно покупать дорогущие сотки, компания Джо Малон предлагает вот такие вот компактные 30-миллилитровые парфюмы, можно там купить их даже больше двух. Я часто останавливаю свой выбор на Джо Малон, потому что если вы хотите сделать подарок, вам не нужно будет заморачиваться с упаковкой, все ароматы в магазинах вам презентуют вот в таких очень красивых коробках, перевязанных атласной летой. Друзья, я надеюсь, что видео получилось интересным, и что оно хоть чем-то может помочь вам в выборе, но чтобы не быть превратно истолкованной, я повторюсь, что я не специалист, не нос, я обыкновенный потребитель. Я и не пыталась вам обо всем на свете рассказать, я обо всем на свете не знаю, просто именно таким образом я вижу ту коллекцию мужской парфюмерии, которая есть у меня дома. И я желаю вам замечательного дня, хорошего настроения, поздравляю с наступающим Новым Годом, и до новых встреч в моих следующих роликах. Пока!